Приветствую вас, дорогие садоводы, на канале Дача без проблем. Ну что, у нас наступает конец осени, так скажем, тёплый. Приближаются холода и приступим ко второй части подготовки крупнолистных гортензий к зимовке. Недавно мы показывали ролик, в котором я обрывала листочки на крупнолистной гортензии. Это делалось для того, чтобы успели вызреть молодые побеги и почки к зимовке. И как следует подготовилось растение пережить зиму. И для того, чтобы именно вот эти стебли начали вызревать и одревесневать. Сейчас у нас температура близится уже к отрицательной стабильной, начинаются холода. Поэтому сейчас я буду готовить свои крупнолистные гортензии к утеплению, к зимовке. Что я буду делать? Первым делом, конечно же, нужно посмотреть и замульчировать почву. Если она у вас оголена, обязательно мульчируем. Я люблю очень органическую мульчу из коры. Также вы можете использовать любые лапники. Можно сухие соцветия из метельчатой гортензии. Но это нужно сделать обязательно, потому что у крупнолистной гортензии корни поверхностные, и их нужно защищать. Я использую кору лиственницы и присыпаю обязательно к почву. Следующий момент, который я буду делать, это каждый стебель я буду пригибать к земле. Для этого мне понадобятся вот такие скобы садовые. В принципе, вы можете любой инструмент, который у вас есть. Я вот этим приспособлюсь, мне очень нравится. Можно вот так связывать эластичными веревками и пригинать несколько веточек. Можно каждую по отдельности. Но пригибать это нужно делать аккуратненько, постепенно. Потому что у каждого крупнолистной гортензии есть у меня кусты, у которых очень толстые ветви. Я делаю это в несколько этапов. То есть, чуть-чуть сначала пригнула, они приняли этот изгиб, потом уже сильнее пригибаю к земле. Обязательно пригибаем на замульчированную почву, чтобы веточки лежали именно на сухой замульчированной почве. Этот процесс обязательно обратите на это внимание. Я вот по несколько веточек вот так вот их пригну. Эти, в принципе, можно даже связать. Беру эластичные веревки и связываю. Сильно туго не связывайте, но чтобы они зафиксировались. И потом эту ленту я буду пригибать к земле. Беру опять же-таки скобу и погружаем ее в грунт. Старайтесь погрузить так, чтобы она прям зафиксировалась и не вытаскивалась. Если она выскакивает, я беру любые камни, можно плитку и вот так вот немножечко придавливаю. Также можно веточки еще зафиксировать и подальше. То есть, у вас ветки располагаются как бы по кругу. Все в разные стороны вы распределяете. Сено друг друга лучше не делать, потому что, чтобы была лучшая циркуляция воздуха. Следующий момент. Обязательно рекомендую рассыпать коллоидную серу в сухом виде. Вокруг приствольного круга можно даже это сделать и под мульчу. Для того, чтобы первое это было антисептическое средство, второе, конечно же, для подкисления. Сера коллоидная достаточно долго будет разлагаться. И как раз в период до весны ее действие будет прекрасно функционировать. Это у нас уже подготовлено. Теперь, следующий этап, я беру лапники. Люблю хвойный лапник из леса. И вот такую делаю воздушную прослойку. Укрываю все побеги. Хочу сказать, что если у вас сейчас, грубо говоря, до нуля температура, там минус один, это не критично. В принципе, для крупнолесной гортензии она будет закаляется. Если же у вас уже стабильная минусовая температура, значит, делаем уже сверх укрытие. Для этого мне понадобятся дуги и укрывной белый спонбун. Сейчас я установлю дуги и покажу, как я буду укрывать. Дуги рекомендую всегда ставить, пока еще земля теплая, мягкая, хорошо прокалывается, для того, чтобы воткнуть легко дуги. Все, дуги мы вставили. Теперь смотрим всегда на прогноз погоды. Если уже в ближайшее время обещается температура такая достаточно стабильная, морозная, значит, укрываю белым спонбондом. Беру в первый слой, делаю плотностью 60 грамм на квадратный метр. Распределяю и накрываю. Когда стабильная будет уже температура ниже, чем минус 5 и минус 10, тогда можно уже будет вторым слоем накрыть и зафиксировать этот укрывной материал. Пленку никакую я не использую, потому что нужно использовать дыщущий материал, который пропускает влагу и воздух. Пленка будет скапливать конденсат и будет очень много влаги. Это критично будет сказываться на зимовку именно укрытых побегов. Они могут преть, потому что в зимний период у нас бывают и оттепели, температура скочит. Если же чем удобно... Но опять же таки, я как бы в своем частном доме это делаю. Если у вас дача, то вы укрыли, лучше пусть воздушная циркуляция будет, как бы такая воздушная подушка. Когда сильно оттепель, я могу приоткрывать чуть-чуть свой укрывной материал, чтобы немножечко проветривались укрытые побеги. Все, вот так вот я укрываю. И потом зафиксирую прищепочками по всему контуру, по дугам. И пришпиливаю. Ну вот такие тоже использую скобы. Можно использовать скобы, которые пригибают палки. Можно камни. Но мне вот эти нравятся. Они прям классно фиксируют. И уже никуда, никаким ветром не разлетается спан-бонд. Ну вот если посмотрим, вот такой у нас получился туннель для растений, который будет прекрасно зимовать зимой. Ну что, вот такой легкий способ, дорогие седоводы, сохранит ваши крупнолистные гортензии, которые будут летом радовать прекрасным цветением. Подписывайтесь на наш канал. Дача без проблем. Субтитры создавал DimaTorzok